Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Спасибо, что заглянули и хорошего вам просмотра! Мы приехали в магазин Реал, нам надо закупиться. Сегодня суббота и по субботам мы делаем большие закупки. Сезон тыквы. Какие смешные тыквы подойдут. Это для украшения тыква. И скоро Гэллоуин вот они вот такие вот тыквочки рисуют. Ну конечно же это и есть можно съедобная тыква, а это для украшений, просто украшается. Я не люблю такие большие магазины, потому что я здесь ничего не нахожу, бегаешь из угла в угол и ничего не можешь найти. Здесь есть уголок интернациональной продукции и здесь покупаем российские продукты. Здесь есть русский уголок и всякие разные русские товары. В принципе сейчас уже в Германии везде в супермарках продают русские товары. Пусто тогда в машинку сидит. МИГ-21. 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 Здесь до сих пор строительная работа. Смотри вот дорога все пережита. МИГ-21. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас сегодня гости, но все равно мы решили выйти прогуляться, потому что погода хорошая и воскресенье хочется иногда просто выйти, потому что сидишь целый день дома. Цветочки надо взять завтра у моей коллеги день рождения. Цветы взять надо будет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Красиво. Субтитры делал DimaTorzok 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 Купила ей подсолнух Новый год, новая жизнь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И готовиться к приезду гостей. В магазинах, конечно же, соков очень много, но мы любим самодельные компоты и думаем, гостям понравится. Чайный стол мы тоже готовим заранее, чтобы потом не бегать, когда гости сидят. Вчера в Реале купили, в Реале есть уголок, где продаются русские товары. Там купили вот эту халву. Очень вкусная. О, молодец. Поломался. Ничего страшного. От этого вкус не портится. Готовимся к гостям. Стол потихоньку накрываем. Здесь у нас... О, я даже забыла. Купила, что я купила на Трузельмарте. На Башином рынке я купила вот такую вот фигурку. Вы не поете за 5 евро, поэтому не взять просто было невозможно, потому что всегда можно кому-то подарить вот такие вот старые вещи. И вот такую вот девочку-фигурку. Ее зовут Гретель. Это из сказки Энзели Гретель. Очень красивая работа. По-моему, она испанская, если не ошибаюсь. Там я еще не смотрела. Но очень красиво сделанная. Купила я ее за 25 евро. Вообще фигурки, они не дешевые бывают, поэтому я так считаю, что я очень хорошо ее взяла. Кому-то можно будет подарить, кто собирает. Вообще-то я хотела показать стол. Но мы как только еще начали этот чайный угол. Сейчас будем переносить в зал на чайный стол. И там уже вот ежевичный компот. Сейчас еще соки будем делать. И еще мы делаем два салата. Один крабий салат, ну, всем известный. Это здесь кукуруза у нас. Краби палочки и яйца. Всего из трех ингредиентов мы делаем. Мы рис не добавляем, ну, и зеленый лук, и специи. И второй это смешанный салат. Здесь листья шпината, красные свеклы, сахарные свеклы, рукола. Всякие такие листочки. Помидоры добавим туда, ну, зеленый лук. И специи, соль, перец. И, как всегда, мы добавляем бальзамику и оливковое масло. Все, конечно же, крупные, их желательно рвать, а не резать ножом. И почти во все салаты я добавляю лимонный сок. Он придает свою кислинку и очень вкусно. Несмотря на бальзамику. Салаты готовы. Осталось только заправить. Вот такой вкусный хлеб у нас тоже есть. Это глютен. Безглютеновый хлеб. Здесь муки нет. Если вам интересен вот такой вот хлеб без муки, то напишите в комментариях, я вам видео рецепт сделаю. И на краби палочки тоже уже готовы. Как я сказала, здесь всего три ингредиента. Здесь оттогое яйцо, краби палочки и кукуруза. Ну и зелень, конечно. На этот салат очень хорошо подходит кунжут. Вот, это можно чуть сверху посыпать. Выходи. Все, так чуть-чуть. Можно и побольше. Каких только нарезалок, вырезалок для пельменей нет. Но самое лучшее, которое режет хорошо тесто, это вот эта вот банка. Не обязательно помидоры, но имеется консервная банка вот с таким вот размером. Размер просто очень хороший. И пельмени получаются маленькие, аккуратненькие. Сегодня мы решили сделать пельмени с мясом и вареники с творогом и со шпинатом. У нас называется это просто курзе. Начинка получилась такая жидкая. У меня творога не было сухого. Я добавила вот этот вот жидкий творог. И она прям еле-еле закрываю. Сама себе работу сделала. Все, курзе, пельмени, вареники готовы. Осталось только сварить и можно подавать на стол. Наши гости уже вот-вот подъезжают, поэтому я уже решила закинуть, чтобы с корабля на бал, долго не ждать. Наши гости едут. Мы их встречаем. Что, пробки были, да? Что, как вы ехали? Было нежное, все-таки таких нет. А сейчас сколько хочешь, я смотрю, они мне в руках. Тогда их и не было бы снизу было. Нет. У вас всегда были. Без узоров очень хорошо. Внизу вот эта вот, как называется, тяжесть вот эта язка. И занавеска у тебя просто шикарно лежит. Она прям вот волнами прям идет. У меня вот такие вот раньше были. А сейчас там уже некуда вот этот вот, не мог быть. Это как тяжесть вот эта свинец или что это там. Цепочка свинца, по-моему, эта. И она вот так вот прям красиво пуская. А сейчас висит она резко по самому себе. Ну, то, что они мне сейчас взяли, тоже у них там прошито. Это было, я сказала, чтобы ее порезали. Я говорю, подверните мне ее. Здесь в магазинах есть метражная. Ну, что ты, может, там, там, из моего нет. У меня там нет метражной, Дима, здесь. Ну, мне много надо. А вот там много, по-моему. Курзе сварилась. У нас мясный курзе и курзе с сыром, шпинатом. Ну, и дайте вот еще. С пах-пахом. Угу. С пах-пахом. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Как-то у Женицы. Не, Женицы когда переливают. А это с пах-пахом. У меня... Наши гости-друзья. Нам привезли очень много айвы. Целую огромную сумку. Ну, многие, наверное, немцы не знают, что это такое. И вот хочу приготовить варенье или компот. Как вы думаете, что можно еще приготовить из айвы? Например, я не знаю. Пироги, по-моему, не пекут из айвы. Но ее так много. Я бы, честно говоря, поделилась бы. Ну, с кем? Придется самой все делать. Здесь, например, в немецких магазинах айвы нет. Она есть только в турецких магазинах. Ну, название у немцев, конечно же, из Куик называется айва. И из нее получается очень ароматный компот. Ну, надо сначала, конечно же, ее почистить. Но глаза боятся, руки делают. Так что пошла я делать заготовки. К счастью, я нашла, кому отдать пол сумки. А из второй половины я сделала компоты и сварила варенье. У нас это бассейн у нас в благороде была. Айва такая скучная была. У нас сад был огромный. Айва тоже была? Айвовый сад, да. Куда можно было заходить, как в парк. Чистая черная трава. Другие вещи не растут. Чистая трава. Идешь в такой, как вот здесь траву садов, как артель же есть. Вот такой, но вот такая высокая трава. И запах такой. Идешь, оно же растет. Айва вообще похудшее, что у нас такая. Ну, такой сад был. Все, я не знаю, что это за трава. Планы раздали, там, домостроить, начали. Яблок, бивык, черешни высадки. Да все было у нас. И шпанковый сад, груши, яблоки. Общий сад. Черешни. Это раньше же были колхозы. Ага. Собирали государство, укладывали нас, ругали. Да, да. Ну, вот работают, люди работали и зарплат получали. А мы как-то детьми, я помню, постоянно собирают. Четыре ящика, например, мы сезон, да, черешни сезон. Мы ездили и этот, четыре ящика надо было собрать черешни, чтобы ты одно ведро могла себе домой забрать. Мы с детьми еще ездили, я помню, автобус у нас собирался, собирал людей. Вот так мы ездили. Пока мама, папа на работе были, полезно, конечно. В каком-то саду агрикосы, в каком-то саду черешни росла. И вот так, Султан, Юль, там и ездили. Да, эти черешни. Сейчас я тебе отправь куда-нибудь. Собирать тебе, четыре ящика, еще бедро там не принесут. Скажут, иди купи, супер-марк. Как наши дети в садике говорят, это нельзя кушать. В магазине можно кушать. И играются, берут, как вот песочницы берут эти, собирали эту сливу и играются песочницы, как шариками игрались. Интересно, откуда они думают, что молоко, откуда это делается? Я это беру, мою. Сахар есть, давай посмотри. Нет, а что, я ей штуком-будто не собрала сделать. Вообще, я что-то разошла. Хватит даже на походу? Хватит. Да, мы ее не пускаем. Ну, раньше вообще, вспомнили. Мы даже рыбу раньше это делали, как называется. Не слили, а, как говорят, не вене, 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 не вене называется. Нет, консервированная рыбу. По половине рыбу. Как это, тушенка была. Костями, если кушать, вот так мягкие. А что, пари, пепель, получается, закрыли, какой цель. Да, да. Как консервировать. А, и вот, чтобы закрывали банки, и потом, дальше все мы делали. Вот так вот дружно мы всегда работаем. Когда вместе делаешь, оно в сто раз кусте бывает. Финита ля комедия. Все, у меня получились две кастрюли. Осталось засыпать сахаром и варить варенье. Забыла совсем, что я хотела делать варенье. И смотрю, у меня касса сахара. Вообще почти дома нету. Теперь выбежала за сахаром. И заодно, думаю, поменяю газовый баллон на нашу Содострим. Там это рядышком. Все ленишься. Не хочется туда идти, не хочется сюда. С работы бегом домой бежишь, чтобы все успеть. И вот, получается, делаешь себе двойную работу. Хорошо, магазины до 9 часов открыты. А так бы уже все закрыто было. И я не знала, что я делала. Уже почистила все. Всю айву почистила, а сахара-то и нету. Пришлось вернуться. Забыла маску. Как есть пословица, дурная голова ногам покоя не дает. Но у немцев чуть по-другому сказано. Говорят, Привыкла, что в машине все есть. Поэтому ни о чем думать не надо. Взяла, вышла, пошла закупаться. А здесь вышла пешком. И, конечно же, ничего с собой нету. Забыла. На улице пошел дождик. Погода сегодня такая была. Тучи, солнце выходило. Но все-таки дождь пошел. Уже вечер, очень мало людей. Видите, как у нас грязно. Мусор. Все хуже и хуже становится. Я пойду поменяю газовый баллончик. Магазин газовый баллончик стоит 10 евро. 9,99. А у них стоит 5 евро. Всего два раза дешевле. Вот такая вот разница здесь бывает. Все, надо дать постоять, чтобы вышел сок айвы. И потом можно ставить кипятить. Все, банки я простерилизовала. Я закину туда айву. У меня банки 2-х литровые. Я добавляю туда не полный стакан сахара, потому что мы особо сладкое не любим. Не знаю, правильно или неправильно. Но так делала и моя мама, и моя свекровь. Поэтому я тоже так же делаю. Заливаю кипятком. Закрываю крышкой, конечно же. И компот готов. Бывает очень ароматный. Горячие банки с компотом я кутаю в одеяло и оставляю на одни сутки остывать. Все, айва дала сок. Вон уже видно. Жидкость там внутри. Можно начать кипятить. Варенье я довожу до кипения. Кипячу 10 минут. И снимаю с огня. Даю остыть. Потом варю еще раз. И так я делаю 3 раза. Перекладываю в заранее приготовленные баночки. Я их стерилизую. И все, варенье можно хранить в любом месте. Я люблю варенье переваренное. Поэтому я его чуть-чуть перевариваю. Добавляю еще лимонную кислоту. Ну, лимонный сок, чтобы она стала чуть-чуть вот листоватой. Из 25 штук айвы у меня получилось 5 750 граммовых банок варенья. И что мы смотрим сюда? А, Кинай? Наш следопыт, который везде лазит. Кинай. Поместился, да? Жирняга. Мы за тобой наблюдаем. А, Кинайка? Мы за тобой наблюдаем. Мы за тобой наблюдаем.